МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, мои любознательные телезрители! В эфире очередной выпуск занимательной и познавательной передачи Культ Просвет. Как обычно, я, Екатерина Старосветская, постараюсь дать вам очередную порцию новой и полезной пищи для ума. Так что не переключайтесь, будет интересно! И уже по доброй традиции я начну передачу с рубрики «Пить и дневка за 5 минут». Итак, вашему вниманию экспресс-обзор событий культурологического характера в Одинцовском районе за последнее время. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В галерее Сосны открылась выставка к 80-летию Владимира Татаринова под названием «Русь многоликая. Живопись, портрет, пейзаж». С юношеских лет художник проявил себя как яркий, подающий надежды мастер. Но на 4-м курсе Суриковского института из-за творческих разногласий с педагогами он оставляет стены альма-матер и больше никогда не притрагивается к кисти и карандашу. Однако тех полосен, которые были созданы молодым творцом, хватает, чтобы поразить современных ценителей искусства. Первоклашки 6-го лицея защитили свои первые научно-практические проекты. По итогам работы каждый ученик рассказал о значении речи и ее роли в современном мире. В творческий процесс подключились и родители. В результате работы над проектом у каждого ребенка получился интерактивный продукт. Кто-то создал комиксы, написал стихи самым любимым буквам, сделал их из подручных материалов, а кто-то даже испек вкусный алфавит. 1 октября во всем мире отмечается Международный день музыки. С этой даты ежегодно воспитанники Одинцовской детской музыкальной школы начинают новый концертный сезон. В праздник на обновленную сцену поднялись ученики и педагоги, многие из которых являются выпускниками школы. Пройдемте по улице нашей, здесь каждый фонарь на заботу, и в городе улицы прошли, черта, на которой живем. Приметливая улица никогда не хмурится, никогда не хмурится, никогда не хмурится, лишь на солнце щурится. Весенние голоса Светланы Каменской сегодня звучат и нежно, и игриво. Слышен топот, копыт, и вот она, милая пони, предстает в ображении юных хористок и зрителей. Пони, это те же пони, только ростом шеребят. Пони, это те же пони, только пони для ребят. И после краткого обзора культурных событий нашего района, я хочу объявить тему культпросвета на сегодня. В этот раз мы поговорим с вами о курганах. Это разновидность погребальных памятников, распространенная на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Характеризуется обычно сооружением земляной насыпи над погребальной ямой. Выделяется многочисленный тип у курганов, и об этом поподробнее в рубрике «На заметку». Раскопки курганов в России начались после указа Петра I от 13 февраля 1718 года. В России можно повстречать курганы практически всех эпох, от Эниолита до наших дней, а также самых разных кочевых народов, от индоевропейской до тюркской языковой групп. Большое количество курганов расположено в республике Хакасия. Самый известный Большой Салбыхский курган. Весьма своеобразны курганы британских островов, известные со времен Неолита. Английские ученые издавна различают длинные и круглые курганы, в том числе чашевидные. Их разновидностью являются каменные каирны. Территория современной Московской области была населена более 20 тысяч лет назад. В ее пределах известны многочисленные курганы и городище Железного века. До IX-X веков территорию бассейна Москвореки и прилегающие земли населяли в основном финно-угорские племена. Славянами эта территория начала активно осваиваться лишь в X веке. В VIII веке земли вокруг Москвы стали частью Московского княжества, которое впоследствии явилось центром объединения русских земель и оплотом борьбы с монголо-татарским игом. Но раз уж мы с вами заговорили о Подмосковье, то я предлагаю прямо сейчас отправиться на лыжероллерную трассу имени Ларисы Лазутиной в нашем городе Одинцово. И причем не со спортивным интересом, а с культурологическим. Да-да, вы не ослышались. Именно там находятся древнейшие захоронения наших предков. И подробно рассказал нашей съемочной группе о местных курганах Антон Кузнецов, куратор Одинцовского краеведческого общества в рубрике «Даешь интервью». Друзья, сегодня мы с вами отправимся на всем известное место жителям Одинцово и Одинцовского района лыжероллерную трассу имени Ларисы Лазутиной. Многие из вас здесь отдыхают, занимаются спортом. Но я уверена, не каждый из вас знает, что это место примечательно с точки зрения культуры. Давайте сегодня отправимся туда и узнаем, что же интересного здесь находится. Мы сейчас находимся на территории Подушкинского лесопарка, к северу от Одинцова, на территории уникального памятника истории, памятника археологии. Это курганный комплекс под условным названием Одинцово-6. Они у нас все по номерам. Надо сказать, что к северу от Одинцова вот этот бассейн реки Самынка, он с древности людьми был населен. И вот из этого леса фактически население потом вышло в те населенные пункты, которые, значит, стали Одинцово, окрестные деревни, там, Баковка, Акулова и так далее. То есть здесь жили наши предки когда-то. Датируется все это дело 11-13 веком. Что это такое? Здесь памятников масса, их много. Но то, что мы можем наблюдать, вот, видимо, да, явно, вот в таком ключе, это куполообразные насыпи правильной формы. Это курган, рукотворное сооружение погребальное. Это погребальный памятник. То есть под этой насыпью укладывался, значит, человек, погребенный, да, по определенным верованиям. Самые ранние курганы 11 века, и в них археологи нашли трупосожжение. То есть, когда было еще язычество достаточно развито, массивное, да, то трупы своих сельчан, они сжигали. И вот на этой площадке, где было сожжение, к этому праху там клались какие-то вещи бытовые, и сверху насыпался вот этот могильный холд. Позже, когда влияние христианства все усиливалось и усиливалось, уже, соответственно, с новым вот этим пониманием и мировоззрением сжигать усопших было не нужно. И стали делать так называемые трупоположения, да, то есть усопшего его клали на площадку ровную, очищенную. Иногда он был в какой-то деревянной постройке, да, типа небольшого сруба или из, значит, теса сложена, домовина такая. И сверху насыпалась вот эта вот опять-таки земляная насыпь. Считается, что чем крупнее насыпь, да, тем, соответственно, простая логика, большее количество людей в этих погребальных обрядах принимало участие, тем более значимый человек был в том сообществе древнем. Здесь археологами были найдены и женские, и мужские захоронения. Обычно это один человек под одной насыпью. Иногда бывают так называемые впускные захоронения, когда сбоку позднее кого-то в эту насыпь захоронили. Но также археологи находят остатки некоторых сооружений деревянных, ну, естественно, сейчас они уже сложились от времени, которые нам говорят о том, что в некоторых этих насыпях устраивался проход, какой-то туннель, да, чтобы был доступ к этому усопшему. Цель какая, ну, вряд ли это навестить, как бы умершего. Скорее всего, цель преследовалась кого-то туда еще дохоронить, доложить в это внутреннее помещение. И такие двойные захоронения тоже были найдены. С этими людьми по верованиям клали самые обычные бытовые предметы, там, горшки, кованые какие-то изделия. По традиции женщину хоронили в подвенечном убранстве, да, то есть у нее были украшения, там, бусы какие-то, иногда браслеты, ну, и так называемые височные кольца, да, то есть, видимо, они как-то в какую-то ленту, в прическу в районе висков вплетались, потому что находят их в захоронениях вот в районе висков. Так они получили название – височные кольца. Эти украшения, они индивидуальны для каждого племенного союза, и на основании раскопок, вот, подушкинских курганов удалось выяснить, что здесь вот находился стык вятического и кривического племенного союза, да, то есть находят вот смешение вот такое. В бассейне реки Самынка разбросано вот здесь, в окрестностях Одинцова, порядка 20 таких памятников погребальных, они видимы, и они все стоят на учете и на охране. В 93-м году за подписью президента Бориса Ельцина все эти памятники погребальные, они были одним рощаком пера, поставлены на федеральную охрану, на федеральный учет, как Одинцовский курган. Тем не менее, мы с вами наблюдаем, что большинство насыпей, оно повреждено ямами, прям по центру. Вот эти ямы, вот здесь, кстати, огромные, да, вот посредине, прям посреди насыпи мы видим огромную яму. Это не что иное, как следы грабительских раскопок. Но это вот не свежие, так сказать, следы. Там несколько лет назад, да, какие-то деятели пришли и вот эти вскрывали насыпи. С какой целью? В попытке найти какие-то ценности, да. Но, как я уже сказал, и как показали неоднократно, значит, раскопки именно археологов, да, штатных, никаких тут ценностей материальных нету. То есть вот эти украшения, те же женские, да, они из примитивных сплавов были, там, бронзовое или медное литье. И ценности никакой, кроме исторической, они не представляют. Да, 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 это однозначно экспонаты в музее, кстати, да, вот экспедиции, которые работали на Одинцовских курганах, они вот этот комплекс находок передали в Москву, в музей истории Москвы, да. И они там сейчас находятся, эти коллекции, и даже частично выставляются. Мало того, в чем еще подвох, да, люди, которые даже докопались до захоронения и что-то нашли, вот эти украшения металлопластика, люди эти, как правило, дилетанты, и не могут эти вещи обработать, законсервировать и сохранить. То есть со временем, пролежав там несколько лет, может быть, 10 лет, эти вещи окисляются и распадаются вот буквально в прах, да. То есть смысла в этом никакого нет. Я уже молчу про то, что это, извините меня, могила предка. Да, то есть вот славяне, от которых мы есть пошли. Вот здесь они жили. Это были сельские жители. Почему у них, собственно, и нету каких-то там... У людей стереотипное мышление, что вот курганы, значит, золото. Да, золото было у степняков далеко на юге, да. И то не у всех, а у каких-то там высокопоставленных какие-то ценности могли быть. Здесь вот обычные сельские жители, сельские труженики, которые там пахали землю, разводили скот и так далее. Это сельское кладбище. То есть к этому памятнику погребальному рядом есть так называемое селище. Это площадка, на которой, собственно, находились дома, хозяйственные постройки. И эта площадка, она маркируется культурным слоем, так называемым. То есть слоем землик, грунта, который образовался вследствие деятельности человека. И надо сказать о том, что вот этот памятник, на котором мы находимся, Одинцово-6, он является уникальным для Подмосковья именно по количеству, по массовости, по вот этой площади огромной, где вот эти насыпи расположены. И то, что мы сейчас можем видеть, вот эту картину, да, в этом году, благодаря чаяниям администрации парка, спортивного парка Одинцова, территории памятников, которые примыкают к трассе, они были очищены. И то, что мы сейчас с вами видим, вот эту величественную картину, да, вот этих погребальных памятников предков, это уникальная возможность это увидеть. Потому что десятилетия и десятилетия до этого вот это место, оно находилось в гуще леса, были лесные завалы, там сухие деревья, все это заросшее было каким-то бурьяном. И, соответственно, мы не могли даже себе представить вот всего великолепия этого памятника археологии. Сейчас все это вводится, структурируется в состав парка, как составной элемент, памятник, на который будут вводиться краеведческие экскурсии. Должная охрана будет обеспечена, информационные охранные таблички размещены. И общественность Одинцовская неоднократно здесь до этого проводила разные экологические и краеведческие акции. Сейчас это, так сказать, уже обрело такую массовую тенденцию на уровне работы администрации. Это очень приятно, потому что мы шли к этому годы, потихонечку двигались, двигались. В этом году такой огромный рывок. Вот это внимание к этим памятникам, оно, конечно же, послужит делу их сохранения. Потому что вот эти ямы, грабительские, которые были выкопаны, а надо сказать, что археологи, многие считают, что это археологи копали. Нет, археологи за собой рекультивируют памятник. То есть они его полностью восстанавливают, как он был до раскопок. Все вот эти ямы это следы грабительских раскопок. К сожалению, большинство курганов подушкинского лесопарка, они повреждены. Благодаря чему могли вот эти люди заниматься таким разбоем историческим? Благодаря тому, что вот это находилось в чаще, вдалеке от тропинок, никто не видел, место глухое. Люди приходили с лопатами и раскапывали могилу предка. То, что его видно, видно с трассы, то, что хожены он люди гуляют, тропиночки проложены, уже не дает возможность этим людям какую-то деятельность здесь проводить. Это наше с вами общее наследие, это наше общее дело. Законодательство несколько лет назад по сохранению культурного наследия, оно было именно в связи с массовым вот этим явлением, раскопками с металлоискателем, оно было ужесточено. То есть там штрафы за нарушение культурного слоя начинается от 500 тысяч, вплоть до двух лет тюремного заключения, если кто-то злостно там организованной группой и бульдозером что-то копал. Это наше общее наследие. На этом занимательная передача «Культ просвет» подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы подчеркнули для себя много новой и полезной информации. Не теряйте в себе дух неиссякаемого творчества и каждый день преображайте мир вокруг себя. Не сидите дома, проводите свой досуг с пользой. С вами была Екатерина Стросветская. Всего вам доброго и следите за следующим эфиром.